На очереди мелочи жизни, коммунальные недостатки и прочие заметки от Вячеслава Горецкого в нашей традиционной рубрике. Буквально неделю назад Кунгур торжественно открывал новую детскую площадку на месте бывшего ДК машиностроителей. Но, как в принципе и следовало этого ожидать, с пришедшими дождями и непогодой, эта площадка превратилась в настоящее грязное месиво. Я уже пожалел просто, что только что сел на эти качели. Как в принципе пожалели, наверное, все дети, пришедшие сюда поиграть и погулять. Дело в том, что большинство качелей и прочих строений расположено прямо-таки на лужайке. Отчего дети, сами того не ведая, собирают полные ботинки грязи. И потом с этой грязной обувью идут на детскую площадку. И прямо сейчас мы посмотрим, что теперь она из себя представляет. Пойдемте. Приедя сюда с ребенком в выходные, я честно, искренне удивился от увиденного. Потому что площадка теперь напоминает больше какой-то грязный огород или какую-то конюшню. Все потому, что грязь с лужаек вся переместилась на детские строения. И пользоваться ими сейчас, оставшись чистым, просто нереально. Понятное дело, винить детей в том, что они притащили сюда грязь, бессмысленно. Мне, как и другим родителям, очень хотелось бы посмотреть в глаза тому проектанту, кто решил установить качели прямо на лужайке. И спросить у него, а сам-то он хоть раз в советских дворах качался среди грязных луж на качелях. И еще один вопрос, кто теперь будет очищать всю эту грязь. Дворников здесь нет, судя по тому, что мусорки полные. Впереди зима, а это значит вся грязь на этом резиновом покрытии так и уйдет в зиму. А весной мы уже не увидим такого яркого и красивого детского городка. Продолжим. Еще не так давно в нашей рубрике мы сетовали на то, что вождь пролетариата на месте бывшего ДК обувщиков находится полностью в заросшем состоянии и его просто не разглядеть из-за веток. Так вот, позитивные изменения есть, ветки срезали. Но взору проходящей публики открылась надпись, нанесенная кем-то на основание постамента. Зачитывать я ее не буду, ничего, конечно, запрещенного в ней нет, но все же осознавать то, что на памятнике Ленину нарисовали граффити какие-то слова, и причем это остается безнаказанным, не очень-то приятно. И порой все чаще задумываешься, действительно, а нужен ли нам памятник в таком виде и в таком месте? Быть может, действительно, ему здесь уже не место. Ведь память в первую очередь должна начинаться от уважения, а не от банальной привычки. Ну и напоследок, к теме позитивных изменений, а ведь точнее, к теме благоустройства придомовых территорий в рамках федеральной программы. Находимся мы сейчас во дворе дома по улице Труда 6. И мне даже уходить отсюда не хочется, потому что здесь установлены такие замечательные снаряды, которых в нашем детстве просто не было. Все это благодаря участию этого двора в той самой программе, благодаря чему здесь появились ровные асфальтовые дорожки и новые средства развлечения. Не только для детей, но и для тех, кто постарше. Я вам сейчас это показал. Глядя на все это, хочется предложить всем. Участвуйте в этой программе и, возможно, в вашем дворе будет также замечательно и позитивно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова